Ветеран Великой Отечественной войны Антон Виссарионович Михеев и его супруга Анна Ефимовна В марте 2012 года отметили свою бриллиантовую свадьбу В городском ЗАГСе в честь этой знаменательной даты собрались их дети и внуки, друзья и представители власти И как много лет назад муж и жена Михеевы вновь поставили свои подписи, теперь уже в почетной книге регистрации браков Согласитесь, 60 лет прожить в мире согласия, любви и уважения, такое нечасто бывает Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелу Молодые мои старики, мы еще, мы еще поварим Родился Антон Михеев в 1927 году в деревне Вижес, которую и основали его предки, трое братьев Михеевых Отец Антона Виссарион Иларионович занимался рыбодобычей и охотой Мать Анна Дмитриевна управлялась по хозяйству В 1936 году вступили в колхоз, сдав в общее пользование две коровы и две лошади Тем не менее, в 1938 году отца арестовали Его в марте взяли, он где-то в ноябре в тюрьме скончался В общем, на этом все дело закончилось Я дело читал, я там жил в Архангельске Якобы мой отец вел агитацию по всему району, не вступать в колхозы Отец, во-первых, был больно, сидел дома Как он мог агитировать весь район, тогда телефон-то не было, я еще даже по телефону буду заняться Это первое, второе, значит, он служил, значит, в первом роте, в первом полку, в охране царя Которое указано в этом самом деле, 58-е там были, в общем, 10 лет Ну, в общем, он умер до суда Умер до суда, ну, сейчас вот все уже реабилитирую, я все документы получил Из-за этого трагического события страдала и вся семья Сталин говорил, что дети за отцов не отвечают, но в жизни было все иначе Но я 20 лет носил на Ермана шею, что я сын врагонарода Я чувствовал, например, двери мне были закрыты в учебу Только я мог купать в позову в лучшем случае Я думал, что мне еще аварийу не возьмут Но аварийу взяли с удовольствием Вот я это делал потом уже все так, потому что не один я и не один такой я пострадал И я даже вот, ну, сейчас никакой мне обиды ни на кого нет совершенно А так, то ведь, там же целую партию мужиков гнали Много, сколько там этих широт осталось Там этих слез, горе там было сколько Семья осталась без кормельца Работать приходилось всем, и с малых лет Мальцов приучали к рыбалке и охоте Когда те едва могли поднять ружье Я, значит, с 7 лет начал уже стрелять Мне брат дал, значит, вот тебе ружье, два патрона Если никого не убьешь, ружье на полку ложишь Вот я, да, я убил трех танчиков, убил, привез, вот Вот с тех пор я охотник, рыбак-охотник Окончив только семилетку в Несской школе В год начала Великой Отечественной войны Антон сразу устроился работать в колхоз «Полярная звезда» А через три года его, 17-летнего, призвали в армию После курса молодого бойца и окончания учебного полка Получив военную специальность связиста Его с командой отправили прямиком на Дальний Восток Как раз Советский Союз после победы над гитлеровской Германией Объявил войну Японии На границе тучи водят мура Край суровый, песеной объят У высоких берегов по мура Сейчас забыли, а родины стоят Там гнали техники день и ночь Начиная с марта месяца, рассказывать Я тебе шел на Запад, и шли все туда, на Восток Там же такая была собрана, эта самая сила Что буквально за месяц, за 25 дней расправились с Антонской армией В то время американские военные опробовали на людях силу своих первых атомных бомб На этом и закончилась Вторая мировая война Через какое-то время сержант Михеев вместе с группой однополчан Был направлен для прохождения службы в Китай Где в 49-м, после революции, к власти пришли коммунисты Антон Виссарионович до сих пор помнит облик великого кормчего китайского народа Мао Цзэдуна, который порой находился от него на расстоянии вытянутой руки Значит, во-первых, их министр обороны, Джуде Он у нас, во-первых, в Казарноме спал, наши порядки принимал армейские, обучал людей А Мао Цзэдунского Красного, значит, приезжал в это самое, в это расположение Вот, потом, сколько раз я видел его на концертах Советские военные специалисты все были переодеты в гражданскую форму Из оружия при себе имели только пистолет Жили строго в расположении части, огороженной колючей проволокой потоком В увольнение, конечно, ходили, но группами И вели себя строго по уставу О том, чтобы познакомиться с какой-нибудь китаянкой, и мыслей не было Военная дисциплина была куда как строгой Ну, ходили, да, человек пять ходили, но не меньше ходили По пять человек, вот старший там кто был Вот, придем, ехать там, харчевню, закажем, там что-то било Но они начали на кухне Они хотели угощать всю собаку У них собака это лучшее блюдо считается Так вот, мы все поглядывали, чтобы там собачку не подкидывали А так, вообще-то, нас там они кормили совершенно по их всем, их кухне Военнослужащим в ту пору платили и неплохие зарплаты Притом в двух валютах, часть в рублях и часть в юанях Естественно, это было дополнительным стимулом для безупречного исполнения своих обязанностей Когда мы служили в Китае, значит, я получал, значит, 30 рублей получал, значит, нашими деньгами Вот И потом еще получал китайскими Значит, если стоит там, допустим, китайский юань, там, 100 рублей Ну, я там был миллионером, был в Китае Значит, наши деньги ложили на книжку Вот А китайские расходовали Я пришел старый, меня получил 6 тысяч денег 6 тысяч рублей, это был год, 52-й год Я был богач, я был богач по тем временам Потом, в общем, там нам разрешали покупать что угодно Одежду, нам обычно говорили, покупайте золото Но золото покупать, надо знать, там, китайцы, такое золото продают, чтобы здоров Я покупал одежду, я пошел, у меня был реглан кожаный, было пальто хорошее, были сапоги Была одежда, по крайней мере, все, что надо было выйти первое время Отдав службе родине 7 лет, сержант Михеев вернулся в родную деревню Орденоносец, герой, крепкий, хорошо одетый, эрудированный Он сразу стал объектом пристального внимания многих девушек Однако сердце отдал той, кого заприметил еще в 44-м, когда проходил медкомиссию И вот они вновь встретились, через 7 лет Анна уже работала в Вижасе, зав. медицинско-фельдшерским пунктом Конечно, как настоящий мужчина, Антон проявлял себя джентльменом Но цветов однозначно не дарил Попробуй на какие цветы в своем бирище, кроме медика В 1952 году они поженились До переезда в Наринмар Антон Виссарионович успел поработать в Канино-Тиманском совете Председателем правления рыбак-колхозов «Полярная звезда» и «Россия» Молодая семья в силу должностных обязанностей мужа Вынуждена была кочевать по многим населенным пунктам Канино-Тимания Но вот после точного окончания партийной школы в Вологде Ему предложили должность замначальника межколхозного производственного объединения Архербак-Колхозсоюз С руководителем объединения Дмитрием Волынцом Теперь почетным гражданином города Наринмара Они отработали 22 года Он был очень энергичным К нему люди как-то буквально приставали Он, во-первых, был охотник рассказов всяких, анекдотов, шуток Остался в памяти и предшественник Волынца в МПО Розенталь Личность талантливая и легендарная в Наринмаре тех лет Одно время и Антон Виссарионович был, как многие, подвержен такой вредной привычке, как курение Но бросил это дело просто на спор Во-первых, у нас была бригада, вот здесь, наверное, самые, ну, друзья были, значит, Коткина, когда я говорю Был Воков, это сам Василий Петрович Мы все время ездили на охоту вместе, на рыбалку вместе Я был один, зато один курящий был из них Брось, ты это Я говорю, ну, бросить, а ладно, давайте там на коньяк Я говорю, давай на коньяк И вот так все бросил Там, значит, лежишь, куда мы не бери там этих всех Где вас там подговаривали, где можете его поймать Ничего не вышло мне Судьба сводила Антона Виссарионовича с разными замечательными людьми нашего края В том числе с председателем известного передового колхоза имени 22-го съезда КПСС Настоящим сульским мужиком Павлом Гавриловичем Коткиным Во-первых, он всегда инициатором выступает Притом, его всегда поддерживают Во-первых, он бы сказал умные вещи совершенно Ведь он же первый, во-первых, там у себя Это механизировал весь процесс, все на заготовок Он первый там Сейчас ветераны Антон Виссарионович и Анна Ефимовна Михеевы на заслуженном отдыхе В этом году они, кстати, отметили двойной юбилей Им обоим исполнилось по 85 лет Антон Виссарионович шутит, что если богатство не нажили за столько лет То и действительно, как в песне получается Наши года – наше богатство И то правда, на двоих 170 лет А любимая песня главы рода Михеевых остается одна Помнишь, мама моя, как девчонку чужую Я привел тебя в дом и тебя не спросил Строго взглянула ты на жену молодую И заплакала, вдруг нас поздравить забыв Я ее согревал, и теплом, и заботой Не тебя, а ее я хозяйкою звал Я ее целовал, уходя на работу А тебя, как всегда, целовать забываю Целовать забываю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова